ребят всем привет ну что у нас снова находки 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 разные находок много но начнем с мелочей мелочи у нас сегодня вот такие короче оперативка несколько штук найдено ну как не найдено даже снято 2 найдено 2 сняты вот но она такая мелкая вся на 1 гигабайт поэтому я думаю что интереса особо не вызывает ну вот дальше взял такой адаптер это от asus и я так думаю что это вот но вот какого нет ноутбука а вот монитора вот в принципе его можно и ноутбуку тоже использовать потому что 19 вольт 3 4 ампера в общем принципе пойдет но это вообще-то скорее всего вот ноутбуку от монитора блин путаюсь дальше интересная находка вот такая была это у нас просто вентилятор ребят просто вентилятор вот так вот у него такая функция можно еще сильнее нажать вот сейчас аккумулятор разряжен я сейчас вам покажу вот такой здесь аккумулятор стоит кстати аккумулятора в нем не было это я уже его поставил вот и три ступени три ступени у него скорость вот и кстати заряжается вот здесь вот вот обычного зарядника для мобилки в общем для смартфона имею ввиду вот заряжается и так вот дует довольно таки приятно в общем на лето такой мобильный вентилятор вот ну и вот такая еще находка была неплохая найдена вот такой вот у нас аппарат была еще вот эта вещь найдена но к сожалению после того что с ней случилось я ее скажем так реанимировать не смог уже поэтому принципе даже и показывать не стоит а вот это значит объективчик значит что у нас здесь от олимпуса 40 на 150 и разрешению там 4 5 6 вот но такой китовый скорее всего объективчик 1 смотрел он еще и денег стоит вот единственное значит что здесь проблема ребят здесь вот тут я не знаю будет сейчас отражаться ваших экранах короче вот здесь вот у него есть место где вот такое пятнышко пятнышко но как видно что чем-то как поцарапано что но не стекло само поцарапано именно вот покрытие которое стекло покрывает там очень очень так все это самое вроде бы как бы и ничего но она есть и поэтому вот уже как бы его продавать если да то ну не серьезно будет продавать его как просто бушный это нужно будет указывать не каждый это возьмет то есть уже скорее всего какие-то проблемки будут с продажей вот вообще сам он нормальный рабочий все четко в общем вот такие вот находки сейчас я вам покажу еще одну еще одна находка этого такая вот камера медиа вот к сожалению нету батареи но вообще-то как к сожалению говорю вообще-то камера такого типа мне вообще не нужна не интересует ну единственное что с батареей конечно могли бы ее проверить работает ли она вообще нет вот ну так как батареи нету то делать этого не будем и заморачиваться искать батарею там заказать покупать я тоже не буду потому что эта камера но она уже принципе такая фиговая вот что еще села батарейка на камере на моей теперь как раз о камере рассказывала на моем камере села батарейка но здесь кстати батарейки нету поэтому знаете как бы хотелось бы конечно чтобы батарейка она была проверить работает не работает но из-за этой камеры я не буду париться искать батарейку потому что ну как бы такая камера мне лично не нужна поэтому я лично париться не будут положим ее в сторону не да может кому-то нужно будет мне как бы ну не к надобности она вот дальше из полезных мелочей или как сказать лучше из хороших но убитых вещей вот такой был найден жалко его блин зале гор называется вот такой объектив вот ну конечно с ним обращались обратились с ним очень плохо выкинули его свалку на свалку машину переработку да и она там блин несколько стадий прошла где-то здесь кое-что у теряла я думаю что восстановлению такой подлежит вряд ли вот причем у него светофильтр но если взять вот так у него 38 5 и 3 стоит и 35 140 ну в принципе неплохой был вот этот вот объективчик конечно он такое вида что хороший тяжеленький такой ну вот жалко вот так вот вот так вот ладно вот но один вот такой найден он не убитый он нормальный вот от олимпус олимпус и это у нас сейчас вам скажу 40 на 150 и светофильтрами стоит 4 5 и 6 вот как здесь написано 4 5 и 6 естественно на вытере протереть спиртиком все там чтобы четко было вот вот так вот он закрытый был найден принципе поэтому с ним ничего не случилось все нормально дальше у нас из находок интересных это у нас ностальгические находки такая вещь самое интересное что это iphone 3 да и ну прям беда сегодня и батарея на села на камере и подключил мне powerbank он тоже сел значит вот я рассказывал о iphone 3 найден был идеальное состояние все четко все красиво и самое интересное что он бумс и рабочий и самое еще интересное что он даже не заложен не закодированы то есть и можно пользоваться все работает все классно ну в общем так это прикольно такая ностальгия да у некоторых сейчас сразу iphone 3 что здесь я смотрел здесь есть фотографии вот смотрите сколько здесь фотографий написано что здесь 900 с чем-то фотографий короче показывать естественно не буду вот камера если включить камеру допустим вот камера тоже рабочие все нормально ну вообще полностью рабочий iphone 3 кстати я не знаю кому подарить его что ли вот единственно сейчас с пересылкой такие вот такая лажа случилось что не ну не дешево стала пересылка ребят извините не моего это не мой скажем не мое не моя прихоть вот ну в общем не знаю кому кому интересно находка пишите может что-то решим может карта что-то получится вот сейчас мы пока перейдем другой находочке сейчас мы будем немножко мастерить и разбирать вот у нас еще есть много хороших и даже есть крутые а вот давайте я вам еще одну покажу находку которая скажем так немножко тоже одна из неплохих но опять же немножко с дефектом она значит вот такая вот штука была найдена самодельная как бы лабораторный блок питания да вот и что с ним не так то есть найдет мне мне нравится когда самодельные такие вещи вот ведь у него лампочка даже загорелась вот самодельные вещи иногда бывает даже лучше чем блин какие-то оригинальные сделанные на заводе вот кто-то вот так вот мастерил старался вот но потом вот там взяли и выкинули вот ну вот у меня есть лабораторный поэтому мне бы не охота с этим возиться и скорее всего я его тоже наверно выкину единство что он значит он дает электричество все но как-то некорректно то есть я проверял когда вот здесь показывает допустим сейчас 7 вольт показывает да я когда проверяю он мне покажет что когда показывает вот сейчас 8 вольт она на деле он выдает где-то 5 здесь и так сейчас включу на третью вот здесь будет 12 13 вольт а на деле он будет выдавать где-то 9 вот причем когда еще что-то подключаешь к нему вот этот вот прибор начинает гудеть и стрелка западает в общем что-то что-то с ним не так поэтому тоже принципе с ним париться не буду но вообще интересный такой приборчик да вот так для своей мастерской принципе неплохой но у меня как я уже сказал есть у меня есть прибор неплохой который меня устраивает поэтому в принципе это тоже можно либо кому-то подарить либо выкинуть но что вы далеко я бы готов вам блин подарить все ну ладно переходим сейчас у меня есть один системный блок системный блок под замком блин вот здесь вот его закрыли я его так и не смог открыть пришлось вот эту крышку блин а так слов сгибать причем я такой чтобы еще в эту сторону тоже отсоединить вот это потихонечку его разберем разберем его по-любому потому что скажем так такой системный блок мне лично не нужен вот так мне лично он не нужен а вот вам хотел бы название показать название его называется ncr вот так это выглядит у него даже 9 9 шки лавтверка нету в общем я не знаю что за блин аппарат такой вот поэтому мне хочется посмотреть что у него вообще внутри здесь есть и на что он способен сейчас посмотрим оперативную память 2 здесь стоят оперативки оперативка какая-то made in us a и кстати здесь не написано сколько она странненько здесь не написано сколько эта оперативка весит так ладно сейчас мы возьмем отверточку посмотрим что за чудо процессор здесь стоит вот но я вижу здесь стоит жесткий диск жесткий диск у нас на 250 гигабайт вот что у меня еще кстати интересно что сейчас я покажу это открутим пыли сколько видите сколько соединений здесь странных то есть интересная кота материнка вообще компьютер вот кстати этот как процессор процессор здесь процессор какой-то неплохой вот прям я уже вижу это не 775 какой-то интересный сейчас мы возьмем тряпочку и аккуратненько вытрем и посмотрим возможно придется снимать всю эту материнку полностью не не ломая ее не на афинаш а именно на дальнейшее использование и так это у нас intel core и 32128 ну что ж в принципе нормально intel core и 32128 сейчас я положу эту этот компьютер вниз я пока мучить не встану потому что но мы теперь аккуратно все снимать материнку я сохраню вот так вот загнем назад все вот сам компьютер не нужен за материнку мы оставим вот ну и я думаю что вот эти в планке памяти мне кажется они должны быть но минимум по 2 гигабайта я так думаю вот ну посмотрим итак господа хорошие у нас дальше находки есть одна находка нравится она мне да не одна ладно начнем с этой вот такой lg найден так опять не тут тесно лжи найден он блин вот ну когда его нашел и включил так нет когда я нашел и включил мне сразу вывел на ну надо как бы на страницу загрузки его не на страницу она стадию загрузки его да то есть его кто-то сделал hard reset и выкинул но значит не был не разбит не поцарапан ничего с ним изучилась принципе вот работает все все четко вот какая модель сейчас посмотрим сейчас вместе с вами сделаем это и так нет на один я у нас триктинг и в конце телефон info телефонами lg да информации то немного статуса куба дворы я хотел посмотреть какой у него стоит android и так далее где это модель lg и 975 by trip site 75 часов 21 минута 38 секунд ну и так далее вот ладно в принципе все понятно по нему в общем хороший телефончик принципе даже замечать и у нас еще одна находка которая мне очень прям очень смотрите ребят вот такая была камера найдена это у нас action камера от фирмы роли когда я включила мне писала сразу что она кстати включилась сразу и писала что карты поставил я карту и сейчас смотрите вот теперь она пишет чтобы я поставил все вот эти день недели там ну короче бля-бля-бля-траля-ля вот и что теперь уже снимать можно я не знаю как она работает а вот смотрите вот сейчас она снимает сейчас она начала снимать видите да заверялась красная лампочка и здесь она показывает снимает вот давайте посмотрим короче вот к ней я так понимаю нужен бокс еще видите лампочка горит красная вот к ней бокс должен идти и посмотрим сейчас модель это этой камеры роли актенском 500 500 видно вами надеюсь вот так вот вот в принципе классная вот вот я думаю что такая камера сейчас еще до сих пор стоит денег неплохие так это закрывается здесь и если это закрыто значит вы не можете открыть крышечку вот если это открыто значит а крышечка можно открываться здесь батарея здесь подсоединение hdmi зарядка и здесь стоит флеш-карта которую я туда вставил ну и все и вот так вот можно хоп-хоп и закрыть вот что-то не посмотрел в объектив показал я вам нормально или ненормально но вот так вот смотрите один уже 26 секунд я потом кстати проверю как она снимает какое качество если вот а пока мы ее выключим а как ее выключить а вот здесь вот ну то есть я нажал на паузу на паузу нажал так 1080p там бля-бля-бля ну короче ее нужно еще изучить мне такой камеры никогда не было поэтому мы ее будем изучать все я и выключил находка зачетную но вообще прям супер зачетно вот а мы переходим дальше и у нас находки еще есть интересные смотрите вот такой вот был найден аппарат это блок питания от asus и я так понимаю что это блок питания от монитора вот но его можно использовать для допустим даже для компьютера потому что у него идет 19 19 вольт и 342 ампера поэтому его вполне можно даже к ноутбуку использую зачетная находка тоже вот а тут у меня вот такие вот вещички сейчас вам покажу вот кем еще грязные потому как привезены не так давно значит вот такая книжечка книжечка на и на почистить помыть почистить принципе она нормально просто немножко запачкала врезе что это у нас было а это у нас была книжка для чтения электронный вот но и здесь вот такой для для планшета такая фигня но она конечно уже убита и сломанная и выкину она мне попалась она мне попалась вместе с приборами которые я вам сейчас покажу у меня не на зарядке стоят поэтому еще за вот так вот а поля и значит как раз вот к этой вот штуки вот такая книжечка книжечка долгая заряжала заряжая заряжалась потом короче хоп и включилась и заработала что у нас тут теперь же включить на работу включается но и вот и короче это самое принципе вот так вот страницы ли ставится на здесь вот выбирается название какого-то рассказали книги нажимается enter начали читать да то есть от amazon называется amazon киндли вот эта штука и вот этот вот вот это кожух или как он называется хюли по-немецки это как раз от нее она вот так вот вставляется сюда покажу вот так вставляется и принципе вот так вот вот так вот она должна тут лежать но мне это что-то хюли вообще не нравится как она стрёмно и странно и понятно или она просто уже убитая как-то себя здесь эта книга чувствует неуютно можно менять страницы здесь это описание кстати вот и здесь можно еще кстати писать дописывать я не знаю для чего здесь разъем для наушников есть в общем вот такая вот книжечка в общем ладно мы оставим в покое потому как у нас вот еще аппаратик неплохое и с этим аппаратом как бы разговор с ним будет отдельный смотрите видите 8 процентов заряжена то есть это у нас вот айпад заряжена 8 процентов я когда он зарядился вот так вот мне показал что сегодня сейчас типа вот я его вот так вот сделал мне бах и код дайте мне код надеюсь видно нет не видно плохо видно да я вот окрасова мне дайте код ну и я начал умничать когда искать вот естественно код я не подобрал четыре три два один очередная попытка вот видите айпад из деактивирует пять минут она подождать чтобы дальше как бы нахо по прав продолжить попытку в общем что я вам хочу сказать я попробую конечно этот айпад прогнать через айтюнс сделать ему арт резет вот и если повезет и он не за как бы не зарегистрировал байк лауде ну вы знаете как это там называется правильно да вот слов в принципе да зачетно классно все отлично вот но если он там зарегистрирован то это будет попал вот и тогда конечно он только на запчасти пойдет то есть с него можно дисплей использовать там еще какие-то запчасти вот но тем не менее по любому за за скажем так находка зачетная в любом случае я считаю вот и мы дальше значит оставляем эти приборы у нас дальше заряжаться у нас есть еще одна хорошая находка у меня кстати тоже первый раз такая попадается и мы сейчас мы ее тоже рассматривать значит вот такая вот такая вот вещь и цена не что это спросите вы я вам отвечу это сервер причем такой маленький я думаю такой как домашний либо для маленького офиса сервер то есть здесь у нас написано сейчас я вам покажу написано hp pro leont микро сервер если мы открываем вот так дверцу то видим так здесь выпадает дверца я уже закрепить там и вставлял он так не закрепил ну здесь короче место под 4 под 4 диска жестких но мы пока закроем закроем вот с дверью нужно поработать и этом стал просто неправильно она была вообще как будто снята да вообще полностью я вставил но здесь в одном месте здесь не попал просто в пазы и она вот так вот выпадает ну это в принципе страшно сейчас мы попробуем включить посмотрим признаки жизни подает вот лампочка зажглась и а он рабочий видите ли ну вот это мне уже нравится что мы имеем сзади сзади у нас покажу сзади у нас вот такой кулечек был для этих для ключей здесь ключи были выходы у нас здесь есть на монитор ламп выход то есть как бы для интернета и здесь значит два hdmi и здесь зато выход короче на ну как вот зато сато короче чем буду рассказывать сами понимаете что это зовут такое соединение как на жестких дисках вот допустим или на других ну в компьютерах два места под видеокарты есть но видеокарты не стоят ну что рабочий все нормально кстати можно даже замок здесь повесить будем смотреть что он из себя представляет что он стоит вот крышку поставим конечно же на место опять еще одна зачетная находка и вот сейчас я как раз осматриваюсь по сторонам мне кажется что на сегодня у меня все и скорее всего это так и есть да ребят все у меня сегодня больше ничего нет я считаю сегодня и так достаточно хороших находок так что кому понравилось ставьте лайки пишите комментируйте всем вам удачи и до следующего видео